Мы начали разбирать тему внимания и, собственно, выполнили саму медитацию на сострадании для того, чтобы посмотреть, как она этому развитию внимания в том числе способствует. И общая логика практики на начальном этапе состоит в том, что мы направляем внимание на объект, осознаем, что этому объекту присуще страдание и нежелание страдать, и дальше уже порождаем само устремление. То есть применительно к нам это устремление могло бы быть вербально выражено как фраза «пусть я буду свободен или свободна от страданий и причин страданий». Применительно к другому человеку это же устремление будет выражено уже как «пусть ты будешь свободен от страданий и причин страданий». Или «пусть вы будете свободны от страданий и причин страданий», «пусть они будут свободны от страданий и причин страданий», «пусть мы», «пусть все» и так далее. И мы можем также думать про конкретные имена или конкретные группы людей или существ, пусть все рыбки, пусть все крабы, все русалочки, кто как угодно, мы распространяем это устремление. И сущность устремления не меняется, она состоит в том, чтобы объект, будь то мы или другие, освободился от страданий их причин. Но сама эта фраза нужна нам на первых порах практики. Эта самая первая пора может растянуться на много лет, но с течением времени и фраза станет нам не нужна. И все же на первых порах она очень полезна, потому что она помогает нам правильно сформулировать, правильно выразить, правильно ощутить это устремление. Потому что зачастую, поскольку у нас отношение к медитации и всему остальному как к чему-то очень абстрактному и привязанному просто к чувствам и переживаниям, и вот накатило, накрыло, я почувствовала, меня повело, вот такого вот рода вещи мы говорим, нам кажется, что здесь возможно какая-то большая зыбкость. Что что бы мы ни делали, все в принципе правильно. Что просто если мы так вот закрыли глаза и представили, и что-то вот у нас внутри там зашевелилось, то как будто бы это правильно. И хотя иногда наши такого рода инстинктивные побуждения могут быть действительно правильными и даже глубокими, часто они могут оказываться и совершенно неверными. То есть нередко бывались случаи, когда мне как переводчику доводилось переводить объяснение по какой-то медитации, и потом человек в зале после того, как эта медитация была в группе выполнена, говорит, а вот я там представлял, что я сижу в горах, и вот я такой отшельник, и я дум про... И как бы никто не может понять, откуда это все взялось, этого не было ни разу, ни в практике, ни в объяснениях, ни в направляемом медитации. Откуда что пришло? А человек просто вот так последовал своим инстинктам, думая, что как бы все можно. Но с одной стороны действительно все можно, но с другой стороны у всего есть конкретный результат. Как если мы интересуемся диетологией и думаем, что можно просто есть все, что угодно в абсолютно любом сочетании, и от всего ты станешь здоровым, потому что во всем как бы есть дух природы, не знаю, все, что угодно. Можно есть все ягодки и листики, которые мы найдем в лесу, потому что я так чувствую. Ну нет, разные ягодки и листики приведут, и грибочки, к очень разным результатам. Так же и здесь. На первых порах нам не подойдет абы какое чувство и какое-то зыбкое ощущение. Нам необходимо это устремление, которое мы можем выразить вербально как эту фразу и как некоторые другие. Иногда используются другие фразы. Но эта фраза самая универсальная. В тибетской традиции она широко используется. И поэтому мы как раз можем на нее опереться. А в какой-то момент, по ходу развития этой практики это станет весьма очевидно, она будет уже нам не нужна в этой грубой форме. Правильное устремление просто автоматически будет в голове включаться, когда начинается практика. Но до этого нужно дорасти, мощно упражняясь. Причем упражняясь не только, скорее всего, применительно к себе, но и к другим существам, проходя по ним по разным цепочкам. Потому что сама эта практика развития сострадания в классическом контексте предполагает передвижение между разными объектами. Исторически мы на самом деле бы начинали не с себя. Мы бы начинали с образа знакомого нам страдающего существа. То есть, если у нас есть друг, который болеет, клиент, который переживает какие-то затруднения, или, не знаю, наша собака может быть смертельно больна, ну что-то вот такое. Или мы знаем, что в мире есть какой-то глубоко страдающий человек, находящийся под стражей, или больной, или так далее. Мы представляем это конкретное страдающее существо. Это был бы первый классический объект. Вторым объектом было бы существо, которое причиняет другим страдания. И это уже требует определенного осмысления. Как же так? Что это за инструкция такая? Сначала мы медитировали на страдающих котятках, щеночках, людях, подвергающихся угнетению. А потом, значит, нам нужно медитировать вот на одном из этих чудовищных политических лидеров, на одном из этих диктаторов, которые причиняют другим боль, на одном из людей, которые убивают других с помощью терроризма, или инспансируют боевые действия, и так далее, и так далее, и так далее. Да, инструкция такова. Но почему? Потому что нам необходимо развить сострадание, а не просто двойственную систему из жалости и ненависти. Сейчас наше сострадание зачастую это не сострадание, а сочетание жалости к котятам и ненависти к тем, кто пинает котят. Мы не понимаем, что тот, кто пинает котенка, страдает не меньше, чем сам этот котенок. И умственно может страдать гораздо сильнее, потому что котенку больно физически, и ему может быть грустно, наверное, какое-то время. И он может быть психологически травмирован всю оставшуюся жизнь. Это даже животных касается, не только людей. Но измерить глубину умственных страданий, умственной помраченности тех, кто систематически уничтожает, скажем, других людей и так далее, зачастую невозможно. Это нечто, что мы не можем даже выразить словами. Что побуждает боевиков исламского государства отрезать головы людям, которые занимаются гуманитарной активностью и просто раздают еду? Что должно происходить в уме, чтобы такие поступки совершать? Это нечто, что мы не можем себе даже вообразить в нашем обычном состоянии ума. Если очень подумаем, то сможем, потому что на самом деле все омрачающее состояние ума связаны между собой, и наши неприязни к коллегам по работе, того же порядка по природе своей, что и неприязнь, заставляющая бывать другого. Но мы обычно об этом даже не думаем. Мы не можем себе представить такие мощные степени всего этого дела. И здесь практика побуждает нас все-таки это осознать. То есть физические страдания, которые я переживаю лично, вам особо не навредят. Они навредят мне, да, мне от них плохо, но от того, что я лежу и, скажем, говорю, ах, как у меня болит голова, как у меня болит голова, вам от этого не особо плохо. Если вам присуща эмпатия, если вам присуще сострадание, вы будете сопереживать мои боли, вы попробуете мне чем-то помочь и так далее, но вас это не убьет, будем надеяться, меня, вас это не забросает бомбами, вас это не сожжет, не истребит, не загонит в газовые камеры и так далее. А вот моя умственная помраченность очень реалистичным образом могла бы вам принести чудовищные страдания. И, разумеется, мне. То есть, если бы мой ум был глубоко в помраченном состоянии, еще более глубоко, чем сейчас, и при этом мне бы присущим были некоторые ресурсы власти, влияние на людей, какая-то харизма, убедительность, все такое прочее. Ну, вот история фашистской Германии, пожалуйста. Влияние одной личности на чудовищные страдания других. И поэтому, конечно, здесь это сострадание, понимание того, да, пусть ты будешь свободен от вот этого, и тем самым меньше навредишь другим, это то сострадание, которое мы распространяем на существ, которым обычно бы не склонны были сопереживать, сострадать, желать свободы от страданий и тому подобных вещей. Это в том числе как раз противодействует нашей склонности дегуманизировать всем. Мы думаем, что если человек что-то плохое совершает, значит, это просто как бы механизм такой по производству зла в этом мире. Он как бы автоматически просто извергает, извергает, извергает из себя зло. У меня есть мои сложности, мои переживания, мои причины, мои негативные эмоции, мои плохое настроение, мои расстройства, мои травмы. Хотя и мы из-за собой часто всего этого не признаем, как бы не можем понять, почему у нас так все плохо, или почему мы это совершили, не можем объяснить другим. А здесь другой человек это совершает, и уж в нем точно эту глубину или эту сложность, эту составную природу сложно разглядеть. И в этом вот мы упражняемся в этой классической цепочке. А потом бы мы уже могли переключиться на себя, затем на своих друзей, затем на людей, которые мы в целом равнодушны, и затем на условных врагов, тех, кто нам неприятен. Но в наше время, и это одобрено, в том числе старшими представителями всех этих традиций, мы зачастую начинаем не в такой последовательности. Мы часто можем или вынуждены этот достоверный, действенный подход начинать с себя. в качестве объекта сострадания. Почему? Потому что на самом деле, если мы свои собственные страдания пока не способны опознать и назвать, если мы не способны их признать, и да, как мы говорили, принять в каком-то смысле, если мы не способны свои собственные страдания осмыслить, если мы не видим, что у нас есть глубокая внутренняя недовлетворенность и неблагополучность, то мы не сможем, конечно, и в других этого разглядеть. То есть, конечно, да, это расхожий тезис о том, что пока не полюбишь себя, не сможешь полюбить другого. И у него тоже есть свои но. Это не совсем так. Зачастую люди, которые дурно обращаются с собой, все-таки способны очень глубоко заботиться о других. То есть невозможно все под эту гребенку подвести. Но все-таки эта закономерность существует. Действительно глубокая внутренняя недоброжелательность по отношению к себе, несмотря на все наши попытки помочь другим, вынуждает нас действовать весьма невротично. Создает определенные затруднения. Создает больше душевных страданий для нас, приводит в том числе к выгоранию, приводит к избыточной жертвенности, приводит к тому, что наше сострадание сменяется просто жалостью, ну и всякое такое прочее. Затрудняет, собственно, сам процесс сострадания. И уж точно не позволяет нам равно, открыто распространить свое внимание на всех остальных. И в то же время при этом соблюдать здоровые рамки и вот это все такое прочее, что необходимо с технической точки зрения. Поэтому да, мы можем начать с себя и вначале упражняться в том, чтобы в себе разглядеть эти страдания, этот дискомфорт, и это нежелание испытывать дискомфорт. И пожелать себе свободы от страданий. Мы можем также сказать, что поскольку мы желаем себе не просто свободы от страданий, но и свободы от причин страданий, мы одновременно развиваем разумность в вопросах целеполагания. Предположим, мы хотим стать очень атлетичными. И мы знаем, если я буду заниматься любым видом физических упражнений довольно интенсивно, я буду испытывать определенную мышечную боль. И вот мы думаем, ну, я желаю себе свободы от страданий, значит, от любых видов дискомфорта. Значит, я должен избегать этой мышечной боли. Значит, я не буду чем заниматься. Да, но и нет, понятное дело. Почему? Потому что мы ведь исходно предполагали, что мы будем заниматься двигательной активностью для того, чтобы избежать долгосрочных, больших страданий. Например, дискомфорта, связанного с тем, что у нас изнашиваются суставы, спина особо не гнется, мы накапливаем разные виды травм, мы уже еле ходим, еле двигаемся и так далее. Мы пытались, может быть, сохранить физическое здоровье, предполагая определенную интенсивность физических упражнений, ежедневно, но забыли об этом, когда решили просто идти по пути наименьшего сопротивления. То же самое с психологическими процессами. В долгосрочной перспективе терапия многим из нас может принести неоценимую пользу. Она как бы заставляет нас озарить светом, как это Карл Юнг описывал, пролить свет сознания на мрак человеческого бытия. Заставляет нас посмотреть на свои слепые зоны, свои слепые места, найти слова для того, чтобы описать свои внутренние состояния, выразить, высказать, вербализовать, пересмотреть, переписать. Разные стили терапии немножко по-разному со всем этим работой. То есть привнести, собственно говоря, самосознание в то, что для нас пока остается зыбким и смутным. Разобраться, увидеть хотя бы, а потом же это все как-то проработать опять-таки разными способами. Но терапия-то сложно. Надо куда-то пойти, надо заплатить деньги, нужно что-то рассказывать, нужно, скорее всего, вести список тем для обсуждения с психотерапией, в том, а не приходить каждый раз и думать, о, я опять забыл все, что со мной происходило на этой неделе, я не знаю, о чем я с вами разговариваю. Нужно думать над тем, что вы с психотерапевтом обсуждали в дальнейшей вашей жизни, принимать какие-то практические решения, их тоже, может быть, обсуждать, и так далее, и так далее, и так далее. Процесс, который требует приложения усилий, времени, денег. Но думать больно, думаем мы, это дискомфортно, поэтому я желаю себе свободы от этого дискомфорта, поэтому я не пойду ни на какую психотерапию. То же самое с медитацией. Ну, без такого подробного рассуждения, да, от медитации заболят коленки, спина устанет, нужно садиться, иногда медитировать, когда ты хочешь спать, или просыпаться раньше, настраивать таймер, выкраивать время, что-то изучать, читать это все очень сложно, гораздо проще ничем не заниматься. Верно. Но избегая этого краткосрочного, как бы, лекарственного дискомфорта, мы в конечном итоге будем переживать гораздо больше уровень дискомфорта в долгосрочной перспективе. И поэтому эта разумность, которую мы начинаем развивать, когда думаем «и причин страданий». Она нам жизненно необходима, поэтому в том числе эта фраза и была исторически добавлена. Она не всегда существовала. Некоторые фразы «любящие доброты и сострадания» не добавляли вот это про «и причин». Но в наше время, как правило, используется фраза «си причин», и она очень полезна. Но это опять-таки не означает, что в самой практике сострадания, где мы сосредотачиваемся на порождении устремления, перед нами внезапно раскроются такие стратегические схемы того, как эти причины строить. Вот вы будете просто себе желать, да, пусть я буду свободен от страданий, причин страданий, пусть я буду свободен от причин страданий, и вдруг вы увидите путь к свободе от страданий и их причин. Нет, для этого предназначены другие практики. Да, могут быть некие инсайты, точнее, они будут происходить. Люди медитируют, сосредотачиваясь, развивая внимание с помощью этой практики или любой другой, и в то же время проявляются какие-то краткие мысли, которые, да, проливают свет на «а вот лучшее решение для такой проблемы, вот лучшее решение для такой проблемы, вот нужно поупражняться в этом, нужно записать то». Эти мысли можно запомнить, или если уж они какие-то сложные, очень быстро, кратко записать и вернуться к процессу тренировки внимания. Основной процесс направленный и в других уже практиках, которые включать могут в себя и диалоговую терапию, и разные виды самоанализа, и разные виды графического изображения своих жизненных стратегем и всего такого прочего, в том числе в аналитических практиках медитации, мы сможем продумать эти стратегические решения. Как мне построить свой день с точки зрения практики? Сколько раз в неделю мне ходить на психотерапию? Сколько раз в неделю мне делать то? Как часто мне заниматься физическим упражнением? Нужно ли мне есть после шести? Нужно ли мне есть до шести? В общем, что угодно. Любые эти соображения. У нас есть время и невероятный человеческий интеллект на то, чтобы все это осмыслить. Но если в нас нет этого стремления к тому, чтобы работать с этими причинами страданий, мы не начнем их осмыслять, к большому сожалению. Или нас все время будут как будто бы подталкивать наши друзья и родственники, которые будут говорить, ну что ты там, ну у тебя проблемы с питанием, поговори с диетологом. У тебя болит вот это, пойди к врачу. Все вокруг хотят, чтобы мы с этим разобрались, только не мы сами. Почему? Потому что, ну может быть, или мы в целом не слишком доброжелательно настроены к себе, или мы в целом недостаточно внимания уделяем вот этому концу фразы. Условно говоря. Даже если мы медитацией этим занимаемся, может быть, мы не всегда достаточно задумываемся про причины следственной цепочки. И это может проявляться в том числе в нашей эмоциональной сфере, как фрустрация по поводу фрустрации. Мы живем, и вдруг как-то вот наше настроение все хуже и хуже, и хуже, и как-то в целом плохое у нас какое-то настроение. Как мы это называем на буддийском языке, совокупности угнетают. Наши тела и ум какие-то угнетающие. Ну такова их природа и так. Но вот как-то стали они особо угнетающими для нас, мы приуныли. И вот что-то непонятное. Как же это так получилось? Вокруг вроде бы все то же самое, как бы квартира та же, кошка та же, собака та же, друзья те же, какие-то там родители те же, соседи те же, работа та же или отсутствие работы тоже. Ну, в общем, все что угодно. Внешние факторы не особо поменялись. А внутри как-то, ну, нет вот этого никакого пресловутого благопытия или глубокого комфорта с собой. Если не считать комфортом с собой, желание просто все время спать. То есть как бы нет какой-то динамичной гармонии с собой. И мы думаем такие, что-то пошло не так. Но мы думаем, что-то пошло не так снаружи. Как бы я могу, могла, мог еще себя развлечь. Чем еще нужно себя простимулировать, чтобы не было скучно. Какие еще виды гедонии, какие изменения в мире гедонии могут все преобразить. Но в данной практике мы думаем и причины страданий. Где ты испытываешь страдания, когда тебе и скучно, и грустно? Внутри или снаружи? Тело плохо или уму? Уму. Что должно происходить в уме, чтобы возникла беспокойство еще умственное состояние? Должны были накапливаться, усиливаться, сочетаться, переплетаться, разрастаться разные умственные факторы, психические функции. Разные деструктивные умственные состояния привели к тому, что они в конце концов сплелись в эту систему, которую мы можем назвать иногда депрессией, иногда таким расстройством, иногда сяким расстройством. То есть у нас выросло сложное переплетение умственных состояний. Или даже простое какое-то. Ну, скука. Все время скучно. Из чего выросла скука? Из предшествующих мгновений скуки, конкретных проявлений этого конкретного умственного состояния, у которого есть свое определение, свои причины, своя природа, своя интерпретация реальности, которая накапливалась, разрасталась, усиливалась до тех пор, пока мы не оказались в этом состоянии. То есть мы как бы, сами того не зная, тренировали конкретную мышцу своего ума. И внезапно, с изумлением, обнаруживаем, что у нас огромный бицепс. Причем только на одной руке. И вот такой на другой. И как бы мы внезапно замечаем, что у нас огромная мышца скуки. Или ярости, или гнева, или уныния. Почему? Потому что мы, не замечая того, не пытаясь отслеживать этот процесс, не применяя осознанности в популярном понимании, даже не в буддийском, а в таком распространенном, психологическом, не замечали, как что-то где-то выросло. Ну хорошо, выросло и выросло. Что же теперь убиваться-то? Другой вопрос в том, что мы теперь попытаемся предпринять. Но если природа проблемы умственная, а не физическая, если природа проблемы связана с тем, что у нас так сонастроились умственные функции, как же мы можем ожидать, что мы просто новыми видами пирожных сможем с этой проблемой справиться? Или новыми фильмами, или еще большим объемом сна, или меньшим объемом сна, или вот этим, или пятым, десятым, людьми, встречами, развлечениями, чем угодно, мы не можем. Это касается любого рода такого примера о эвдемонии, отсутствии эвдемонии, антиэвдемонии. И верно обратное, как бы, может быть, с точки зрения гидонии, когда мы, ну, например, выясняем, что у нас нет работы, и думаем, а с чем это связано? С тем, что я мало медитировал на сострадании, или на любящей доброте, или мало читал манты. А пример из жизни, собственно, того выдающихся учителей 20 века, из числа тибетцев, стало в том, что когда один его ученик, который очень много, каждый день практикал, пришел к нему и сказал, «Бачи, а может быть, мне нужно еще больше практиковать?» тот ему сказал, «Идиот, найди работу». Буквальная цитата, потому что, как бы, не всегда нужно только медитировать по много часов в день, иногда нужно найти работу и в ней тоже чем-то поупражняться. Но это к тому, что там была проблема гидонического плана, а человек искал ее решение в демоническом плане. Или как когда ты сломал ногу, но лечишь ее позитивными вибрациями. Да, ум и тело взаимосвязаны, но сначала нужно наложить шину. И наоборот. Да, тело и ум взаимосвязаны, но невозможно, как бы, большим количеством сахара, вылечить депрессию. Как бы, просто съем больше конфеты и мне будет от этого счастливее. Это так не работает. И эта практика заставляет нас в этом разобраться. Это уже, на самом деле, глубоко выходит за рамки просто сферы нашего внимания, но в этом, как бы, и преимущество этих практик. У каждого из, условно говоря, сорока методов медитации, которые перечислены в упомянутом трактате «Путь очищения», хировадинский трактат, и у каждого из множества методов медитации, которые перечисляются во многих других сборниках подобных практик, в северной и в дальневосточной традиции буддизма, есть свои конкретные преимущества. Есть общие, все они помогают, например, развить внимание. И есть конкретные. Вот, собственно, наша задача посмотреть на эти конкретные преимущества сострадания. Поэтому весь семинар выглядит, как эта реклама пылесоса с краткими периодами практики. Мы снова и снова и снова рекламируем себе этот пылесос для того, чтобы захотеть всего этого достичь. И тогда, если мы захотим, мы будем практиковать и мы добьемся результата. И в зависимости от того, как и что мы практикуем, наши результаты могут оказываться более скромными или более выдающимися. И для некоторых людей они могут оказываться совершенно... Потому что был вложен должный объем практики, плюс были определенные предварительные условия, они могут оказаться совершенно неописуемыми и потрясающими. А для кого-то они окажутся относительно скромными, потому что мы могли там практиковать только пять минут раз в день, но даже скромные результаты это уже результат. И он может быть очень-очень значимым для человека лично. Во всем этом, когда мы тренируем внимание, мы применяем несколько ключевых умственных состояний или психических функций, про которые нам довольно часто рассказывают в самых разных либо светских, либо буддийских источниках. И в светских источниках, как раз в разных книжках про mindfulness, иногда даже mindfulness, про внимательность или осознанность, еще по-разному это переводят, мы встречаем, собственно, эти знакомые слова. Ну, осознанность, внимательность это такие более распространенные варианты перевода этого самого mindfulness. И мы, как правило, если следим за новинками книжного рынка, в том числе англоязычного, видим популярные определения этой самой осознанности. С чем она может ассоциироваться? Опять мы возвращаемся сектой, вот это все. С чем ассоциируется уже слово осознанность, не медитация? Внимание. Быть здесь и сейчас. Быть здесь и сейчас, очень важно. Умничка. Умновичка. Ответственность. Это хорошая ассоциация, сейчас мы на это посмотрим немножко. Неразличение. Неразличение или невынесение осуждений. Правильное понимание. Правильное понимание. Равностность еще. Равностность, да. Трезвый ум. Трезвый ум. Да, ассоциации немножко смешались в том смысле, что были как глубоко позитивные и правильные, так и как раз связанные с чисто популярными штампами относительно осознанности. И здесь еще мы немножко в силу того, как, я не знаю, как это на украинском, но в русском, мы немножко путаем или склеиваем слова сознательности и осознанности. То есть, когда мы, например, говорим кому-то, ты человек очень... Он, мы говорим, этот человек очень сознательный в таких вопросах, мы имеем в виду, что этот человек очень ответственный. И мы потому, например, говорим, исторически говорили больше сознательное потребление, или там сознательное использование воды, сознательное использование энергоресурсов. А в наше время, поскольку осознанность звучит как-то похоже, мы стали говорить и осознанное потребление, осознанное использование ресурсов. В этом нет никакой ошибки. Но когда мы говорим про осознанность именно в таких, или внимательность в популярных околопсихологических ресурсах, и в том числе в работах Джона Кабадзина, который исследовал активно эту тематику в клиническом контексте, мы в первую очередь называем тот стереотип или тот штамп, который прозвучал одним из первых. Быть здесь и сейчас. И дальше мы можем прийти к ситуации, когда вообще вся духовность, вся психопрактика, весь буддизм, вся медитация, все вообще традиции, которые с этим связаны, начинают сводиться к этому быть здесь и сейчас. И есть много критических рассуждений на тему того, насколько само это движение запросто быть здесь и сейчас, и такой популярный эзотеризм, который в основном представляют белые англосаксонские или скандинавские мужчины, примерно абсолютно одинаковые наружности, которые продают всем ретриты по 2-3 тысячи долларов. Вот насколько это может соответствовать каким-то исходным корням, которые как раз в большей степени были бы связаны с такой ассоциацией, как правильное понимание, которое относится к такому классическому, скорее, контексту. Но вот в популярном понимании осознанности она определяется как невыносящее осуждений, внимательное наблюдение или пристальное осознавание всего, что происходит здесь и сейчас. Иногда добавляют слова ежемгновенные. То есть мы просто покоимся, если мы практикуем популярную осознанность, слышим звуки, видим образы, иногда замечаем что-то в теле, тело как бы становится якорем во многом в этих практиках. Запахи, вкусы, мысли, воспоминания. Все это мы отслеживаем, как вы верно сказали, равносно, то есть избегая бурных реакций в позитивную и в негативную сторону и стараясь не вовлекаться. Это очень полезные методы, очень полезные практики, у них много клинических применений, большой потенциал в плане того, чтобы всем сделать хорошо. Но они, разумеется, ограничены по своей природе, потому что, если мы в самом определении сказали невыносящее осуждений или неосуждающее, два возможных варианта одного и того же английского понятия, мы некоторую часть нашей психической активности отключили, в частности, способность выносить суждения, рассуждать, судить, в буквальном смысле, решить, да или нет, хорошо или плохо, нужно или не нужно. Поэтому возникает много дискуссий на тему этической составляющей всего этого процесса. Насколько этично преподавать осознанность снайперам? Вот они будут пребывать в настоящее мгновение, они разовьют внимание. Насколько этично это, если мы знаем, что, с одной стороны, преподавание подобных навыков убережет их от посттравматического стрессового расстройства, это важно и здорово, а, с другой стороны, поможет им более сосредоточенно целиться в голову человека. На этот вопрос нет никакого однозначного общественного ответа. Последний выпуск журнала Mindful, который, собственно, популяризирует осознанность вот в этом определении, на обложке опубликовал портрет исследовательницы, которая как раз занимается в том числе вопросами осознанности, но главный ее проект состоит в том, чтобы преподавать осознанность машинам убийства в американской армии. И это очень интересно, это очень сложная проблематика, потому что они опубликовали ее портрет для того, чтобы показать, посмотрите, какие бывают чудесные женщины-учителя, и это необычайно важно, но они не нашли ничего лучше, чем рассказать о проекте, который в основном направлен на то, чтобы повысить эффективность вооруженных сил. Это... сложные бывают моменты. Ну, это не единственный сложный момент во всей этой тематике, разумеется, просто один из примеров того, что можно пойти куда-то дальше. Или можно вернуться к корням. Мы могли бы просто даже в этой сфере остаться, рассуждать про этическую сторону этой осознанности, говорить про то, что эта эстическая сторона даже не сводится просто к состраданию любящей доброте, а еще требует тщательного различающего понимания конкретных тем. И если эту тему не поднять, то просто из любви ко всем этика не вырастет. Она нуждается в конкретном обсуждении конкретных вопросов. Но если мы вернемся скорее к корням и поговорим про классические примеры, то увидим, что то же самое понятие, которое стали переводить как осознанность или внимательность, и стали определять как вот это невыносящее осуждение тра-та-та, исходно определялось иначе. Пометование – другой вариант перевода того же санскритского или палийского слова. И пометование предполагает, как наша умственная функция, способность не забывать о чем-то. Например, я решил для себя, что я не ем теперь после шести. Если мне удастся после шести об этом вспомнить, та функция моего ума, которая это вспоминает, и есть это самое пометование. Или я решил для себя, что я сейчас выйду за дверь, спущусь по лестнице и пойду в туалет. Та часть ума, которая помнит, куда я иду, позволяет мне не остановиться на полдороги и не спрашивать себя, куда это я вообще шел, и как я здесь оказался. Это все то же самое пометование. А в медитации это самое пометование помогает мне помнить об объекте, скажем, объект – это я, и о том, как я должен воспринимать этот объект. Пусть ты обладаешь свободой от страны и причин страдай. Вот эта функция ума сравнивается с умственным клеем. То, что приклеивает наш ум к объекту, о котором мы хотим помнить. Будь то идеал, или ценность, или идея, или просто объект, или просто образ. И она дополняется другим фактором, другим проявлением нашего ума, которое в популярном определении туда как бы вклеено. Они слиты воедино в популярном определении, и добавлены еще некоторые другие компоненты. Но здесь, в классическом, это как бы отдельная функция ума. Самонаблюдение, или интроспекция, или бдительность, это по-разному переводит, как проверка ума и действия на предмет, соответствуя принципу, в данном случае сострадания. То есть та часть моего ума, которая периодически сканирует мое тело и ум, и говорит, иду ли я туда, куда собирался идти, ем я после шести или не ем, помню ли я сострадание на уровне повседневных действий, это и есть это самое самонаблюдение. И это две главные функции, которые мы развиваем в медитации сосредоточения. То есть каждый раз, когда мы медитируем на дыхании, на уме, на образе Будды, на мантре, на сострадании, на любящей доброте, на палочке или камушке, которые мы перед собой положили, на пламени, свечи и на всем, чем угодно, на тех объектах, которые помогают развивать сосредоточение, мы тренируем эти две умственные функции. Помитование, самонаблюдение. С течением времени они усиливаются все больше и больше, и именно благодаря им в долгосрочной перспективе, те, кто могут сосредотачиваться 4 часа без отвлечений и притупленности, или вялости, или сонливости, именно благодаря им они обладают или развивают это невероятное качество внимания. А в нашем случае, даже если мы сможем помнить об объекте 3 секунды, 5 секунд, это уже замечательный результат. И мы можем постепенно улучшать эти результаты, продолжая тренироваться. Причем тренируемся мы, как описывается всегда, не только на уровне медитации формальной, но и на уровне повседневных действий. И в том, что касается практики сострадания, то, разумеется, должно быть глубоко очевидно. Если я медитирую на сострадании 5 минут в день, или 10 минут в день, или 15 минут в день, и после того вообще никогда не вспоминаю ни про какое сострадание по отношению никому, и веду себя как психопат, я, разумеется, сострадание не смогу эффективно развить. Почему? Потому что 15 минут сострадательного мышления противопоставляются 23 часам 45 минутам несострадательным. Я сам как бы рублю дерево, на котором сижу, своим непометованием. И наоборот, я могу это пометование встроить куда угодно. Например, я стараюсь по ходу дня периодически просто вспоминать про пожелания другим свободы от страданий и их причин. Или вспоминать про эмпатию, это базис состраданием, мы про это поговорим. Или вспоминать про то, что другие тоже не желают страдать, не хотят причины страдания. Или даже просто вспоминать о том, что другие вообще имеют чувства. У них тоже есть свои чувства и переживания. В идеале даже не только люди, но и все живые существа. Муравьи не хотят страданий, они желают счастья и так далее. Даже если я просто об этих вещах буду вспоминать по ходу дела, пока я смотрю в телефон, пока я ем, пока я иду, пока я вожу автомобиль и все что угодно еще, это очень усилит мою практику и в целом заставит сострадание в моем уме более глубоко закрепиться. И в том, что касается развития этих умственных функций и укрепления их как в медитации, так и в повседневном уровне, здесь практика сострадания является тем, что тренирует сферу нашего внимания. Это как бы основная психотехнология, которая описывается для развития внимания. Какой бы практикой сосредоточения мы ни занимались, нам необходимы эти функции пометования и самонаблюдения. Чем больше мы их укрепляем, тем сильнее становится наше внимание. Тем легче нам тогда сосредоточиться на одной вкладке, а не на сорока. На одном деле, а не на сорока. Или на объекте медитации, а не на всех мыслях, которые в уме всплывают. И в связи с этим интересно было бы задаться вопросом, который можно снова обсудить в парах или в тройках, очень кратко, на 5-7 минут, 8 минут. С какими проблемами с вниманием мы вообще сталкиваемся в своей повседневной жизни? Что с нашим вниманием может не такого происходить? Какие могут проблемы с ним наблюдаться? Ну, вы можете так сказать, вопрос. У меня вообще не бывает почти никогда внимания, я все время рассеянный. Или, например, я там на чем-то залипаю, наоборот, все время не могу от этого оторваться. Ну, разные вот такие соображения можно рассмотреть на собственном опыте, опять-таки 5-8 минут, а потом мы немножко поговорим про то, как это классифицируется в той самой модели, которую разработали доктора Экман и Уоллеса. Пожалуйста, немного поговорите друг с другом, и потом мы продолжим. Какие-нибудь примеры, которые пришли вам на ум? Инстаграм. Интернет, инстаграм. Интернет и все соцсети. Интернет и все соцсети. Работа. Многозадачность на работе. Требуют современное общество от нас этого. Требуют современное общество от нас этого. И соцсети, и работы многозадачности. А вопрос можно? Да. Вот при обсуждении возник вопрос о воле. То есть как она рассматривается в контексте, наверное, осознанности? Можно ли вписать сюда как? Осознанность? Да. Это мой... Нет, да, это довольно редкий вопрос, но очень важный и интересный, потому что... Понятие воля, оно очень сложно и с психологической, и с буддийской точки зрения, и оно не соответствует в буддизме ничему. Но это не значит, что у нас нет воли, это значит, что то, что мы обобщенно называем волей, может быть разложено на множество конкретных факторов и составляющих. И просто иногда, когда мы говорим воля, мы предполагаем дальше фразу «свобода воли». И предполагается примерно такая ситуация. Вот я нахожусь в каких-то условиях, и я как бы как совершенно незадействованный ни во что пузырь сознания могу выбрать вот такую реакцию или вот такую реакцию. Как бы совершенно безотносительно всего. Так мы себе предоставляем свободу воли. И если мы немного подумаем, то мы, конечно, поймем, что такое невозможно примерно вообще никогда. То есть мы никогда, даже если речь идет о выборе между чаем и кофе, никогда не оказываемся без влияния всего нашего предшествующего опыта взаимодействия с чаем и кофе, того, как выглядят эти коробочки чая и кофе, того, каково самочувствие нашего тела в данный момент, как там что пахнет, то нам что за этого до секунду сказал, и триллионы других факторов. Но если речь идет о том, чтобы породить намерение, это бы мы назвали волеизъявлением, выпить кофе или наоборот решить твердо, я не буду пить кофе, потому что в прошлый раз мне было плохо, такого рода воля у нас безусловно есть. Но она зависит от того, насколько как раз таки велик наш объем тренировки в пластичности внимания и в разных других вещах. То есть, например, если у нас нет мощной способности отслеживать свои эмоциональные состояния и свои реакции, то когда возникнет какой-то раздражающий фактор, мы не успеем заметить раздражение до того, как оно проявится в наших словах и поступках. То есть, как бы, да, теоретически у нас была свобода не поддаться импульсу. На практике ее не было, потому что мы не развили эту способность. И в этом смысле предшествующая тренировка как раз нам дает возможность заметить и выбрать. Пить чай или кофе, раздражаться или не раздражаться, бить кулаком в рот или не бить кулаком в рот. В этом смысле, как бы, выбор у нас есть, но он проистекает из того, что мы осуществляли определенную тренировку, но и также из некоторых внешних факторов, которые нас поддерживают. Поэтому в одной знаменитой беседе Будда и его главный помощник, или как бы келейник, как сказали в углавре, Ананда, ведут такой диалог примерно. Ананда спрашивает, благословенный, правда ли, что добродетельная дружба, то есть наличие добродетельных друзей, это половина святой жизни. И Будда отвечает, нет, Ананда, добродетельная дружба это вся святая жизнь. В том смысле, что если у нас нет целого сообщества, если у нас нет конкретных друзей, если у нас нет учителей, если у нас нет вдохновляющих примеров по пути, если у нас нет каких-то далеких образов Будды Будхисаттв или близких образов других практикующих, которые вот вместе с нами сидят, пыхтят, пытаясь медитировать, нас некому будет все время за руку хватать, когда мы потянемся за одной чашкой кофе и говорить, ты что, дебил, сейчас 2 часа ночи, какой кофе? Даже на таком примитивном уровне. А это тоже вещи, за которые мы в идеале должны быть глубоко благодарны, потому что сейчас действительно 2 часа ночи, я действительно что-то уже ничего не соображаю, что я делаю. Что же говорить в вещах более глобально? Поэтому, как бы, с одной стороны, да, есть свобода выбора, с другой стороны, вот это чудесное влияние со стороны окружающих, но иногда и не чудесное, которое тоже может быть негативным. И мы во всем этом пытаемся как-то проскользнуть. А, да, конечно. Ваш вопрос. Правильно понял, что воле и изъявление равно сила воли? Ну, сила как раз... С дисциплинировать с нашего ума складывается из множества разных функций психики. Пометование и самонаблюдение одни из самых важных в этом процессе. Задействованы будут и другие. Нам нужны такие функции, как, скажем, принципиальность, вообще неравнодушие к вопросам этики или выбора, не безразличие, а ко мнению других, в том числе это тоже немаловажный умственный фактор. Нам важны наши сострадания, любовь и вообще все. Из всего этого в совокупности складывается дисциплина ума. Но начинается, можно сказать, все во многом с самонаблюдения и пометования. Потому что если не будет самонаблюдения, то есть мгновенного сканирования тела ума, например, того, что же я сейчас делаю, то мы, конечно же, не сможем вообще ничего выбирать. Но все в совокупности складывается в способность решительно сделать тот или иной выбор, проявить дисциплинированность, как вы сказали. Мы можем сказать, что воле и изъявление, в более обобщенном таком смысле, это просто вообще способность порождать намерения. И мы можем ее в очень разных областях использовать. Поэтому как раз следующая наша тема связана с этим воле и изъявлением. Мы завтра ее в большей степени затронем. Это отдельная целая область нашей психики, которая практически не исследуется психологией на сегодняшний день, а это страшно занимательно. Что-нибудь еще? Да, насчет диспаланса еще. Мне кажется, кроме иностакта внимания, еще бывает тревожный панический переизбыток внимания. Это неконструктивно. Совершенно верно. Когда наш переизбыток, связанный с тревожностью, гиперактивностью, когда наше внимание слишком быстро мечется между разными мыслями, которые могут быть совершенно недостоверны, это я уже как бы от себя добавляю, или оно может в них слишком активно погружаться. Мы зацикливаемся на мыслях, которые, может быть, совершенно не соотносятся с реальностью. И хотя мы очень внимательно внимаем, толку от этого никакого нет. Еще кто-то хотел что-то сказать? Ну, вообще вопрос был о повседневной жизни. Мы обсуждали повседневное внимание. Да, да, да. И мы пришли к тому, что, первое, это насколько тебе интересно, что на чем ты сосредотачиваешься. Второе, это сила воли, то есть дисциплина. Когда не хочется, лень, ты должен прибороть и сделать что-то. И третье, это тело, что ты должен выспаться, покушать, чтобы не было жарко, чтобы ты не болел, и ты можешь все делать. То есть уровень интереса, дисциплина и твое физическое самочувствие. Все три фактора действительно очень на нас влияют. И в то же время мы знаем, что, если нужно, мы можем заинтересовать себя чем угодно. Зачастую для нас основным таким соображением в современном устройстве общества становятся денежные соображения. То есть как бы нам не всегда интересно сводить дебет с кредитом в табличке или что-нибудь еще такое делать, но если это приносит нам какие-то деньги, можно чем угодно заинтересоваться, лишь бы платили хорошо. Вместо того, чтобы вышивать бисером, как мы любим, но не получать за это достаточно больших денег. И мы очень удачливы оказываемся, когда наши интересы и денежные вопросы совпадают. Но знаем, если даже неинтересно, можно себя иногда заставить. Дисциплина, понятное дело, это вещь, которая, как мы и говорим, поддается развитию. В этом как бы основное преимущество всего этого. И, разумеется, очень важен физический фактор. Он тоже неоднозначен, потому что в нем есть пластичность. То есть мы можем сказать, что на планете есть люди, которые, я так скажу, йогины, которые никогда не спят. Несколько человек, у которых это широко известно, вероятнее всего их больше, и которые при этом не умирают, в отличие от людей, у которых так называемая хроническая бессонница, которая гарантированно приводит к смерти примерно за 7 месяцев или максимум 4 года. Совсем другой вариант, который к смерти не приводит, они благополучно себя чувствуют, никогда не спят, при этом способны сосредотачиваться на чем в душе вздумается. Почему? Они определенным образом, и мы не знаем как, наука не имеет пока никаких выводов на этот счет. Могу я сказать, как видно ее представители, конечно же. Как-то перестроили работу своей нервной системы, мозга и всего остального. Как, мы не знаем. Кто это там поймет, что они там делают. Но как-то этот фактор тоже подается пластичности. Но на уровне повседневной жизни, если мы не этот йогин, действительно, если мы не выспались, нам будет сложно сосредотачиваться. Если мы не поели, нам будет сложно сосредотачиваться. Поэтому в английском даже есть... Это касается не только внимания, но и всех остальных сфер, на которые мы посмотрим. Поэтому в английском есть чудное слово «hangry», которое как бы совмещение слов «hungry», «голоден» и «angry». «Сердит от голода». Это реальное название эмоционального состояния уже, а не просто анекдот. Гнев от голода. Вот и вы скоро начнете его ощущать, поэтому быстренько рассмотрим оставшиеся пары слайдов и немного помедитируем, чтобы завершить. Итак, вот авторы нашей системы, вот этого четырехчастного рассмотрения разных моделей нашей психики, говорят, что в любой из них, в любой из этих областей у нас может быть гиперактивность, дефицит или дисфункция. Сложные научные слова. Гиперактивность — это когда наше внимание слишком активно работает, дефицит — это когда оно недостаточно активно работает или его самого не хватает внимания, а дисфункция — это когда оно работает, но как-то не так. И как раз примеры гиперактивности часто связаны с социальными сетями или многозадачностью. Мы очень быстро переключаемся своим вниманием между множеством вкладок, например. Да, мы внимаем пристально, относительно пристально, просто внимаем тому, что там происходит. Вот здесь такая фотография, здесь такой комментарий, здесь вот это написали. О, я уже это закрываю, я уже смотрю на количество писем в ящике, открываю такое письмо, сейчас я на него отвечу, нужно там посмотреть. Через 40 минут вспомнили про это письмо, снова снова вернулись к нему. И вот так быстро переключаемся. Внимание работает, но мы во что-то вовлечены, но поскольку оно мечется, мы ни во что не вовлечены достаточно продуктивно. Дефицит с нами случается зачастую как раз в результате недосыпа, но у некоторых людей он может проявляться просто в силу привычки того, как устроена нервная система, к чему она привыкла. Это когда мы как бы отлетаем. Но не отлетаем, погружаясь в какие-то конкретные мысли, а просто отлетаем, в прострацию впадаем, это мы так еще называем. И нас люди спрашивают, о чем ты думал сейчас, Олег? Ну ни о чем. И не потому, что он хочет скрыть от нас свои мысли, а потому что он там думал не весть о чем, о планах мести каких-то, мало ли о чем еще. А потому что он действительно как бы ни о чем как будто бы и не думал. Ну какие-то обрывки мысли где-то пролетали так на периферии. Но в целом состояние мы называем это прострацией, как бы отключился слегка. Сознание не выключилось, он не уснул, просто прострация, она и есть прострация, мы все часто ее, может быть, переживали. Давайте даже так, для бодрости духа. Кому доводилось переживать в жизни гиперактивность, когда ваше внимание мечется между вкладками и всем остальным? Кому доводилось переживать дефицит? Отлично. А дисфункция предполагает, что внимание не рассеяно, оно сосредоточено на объекте, довольно качественно, но сам процесс этого сосредоточения, контекст, в который мы задействованы, никак не ведет к никакому устойчивому благополучию ни для нас, ни для других. Один возможный пример, который я всегда приводил. Предположим, вы работаете в рекламном агентстве, вас наняла табачная компания, и вы с полной вовлеченностью, совместно со своей командой, придумываете, как продавать и рекламировать сигареты детям 14 лет. Мы могли бы немножко видоизменить условия, но это реальные вещи. Детям не 14, а 40. Какая разница? Никто, скорее всего, в контексте этой ситуации не думает, конечно же, чем больше мы сигарет продадим детям 14 или 40 лет, тем больше счастья будет на планете. Никто не питает подобных иллюзий, с большой долей вероятностью, можем мы сказать. Про что-то угодно, про что-то другое еще можно, но про сигареты и алкоголь уже как бы не особо в наше время. У нас меняется понемногу культура. Окей, но вы полностью вовлечены, вы не впадаете в прострацию, вы не привлечаете 40 вкладок, вы участвуете в придумывании идей, вы предлагаете варианты, давайте так, давайте это. И все же, как мы можем понять оценив ситуацию со стороны, и зачастую даже изнутри, и зачастую даже на интуитивном уровне. Но что-то как-то не очень. Что-то это не приведет, скорее всего, ни к эвдемонии, ни даже к особой гедонии, потому что для здоровья это тоже ничем хорошим не закончится. Дисфункция обозначает то, что внимание вообще не работает. Он же продает сигареты, внимание включено. Да, оно включено, оно не гиперактивно, оно не в дефиците, но из-за того, что другие сферы психики, в частности этические и тому подобное, не включены правильно, это не ведет к счастью. Вот что здесь подразумевается дисфункция. То есть неправильное функционирование, функционирование, которое не приводит к благополучию для себя и других. Неверное внимание еще приводит? Ну, нет, есть понятие ненадлежащее внимание, это немножко другое, да. Родственное, но... Ну, да, ненадлежащее понятие, это буддийский такой термин, он сходен и родственен этому делу. Ненадлежащее внимание, это когда мы уделяем самое пристальное внимание объекту, который лишь вызывает в нас еще больше психологических проблем. Ну, условно говоря, на примере зависимости. Я как человек с... Я всегда это перечисляю. Депрессией, паническими атаками, стрессом и зависимостью в анамнезе. Могу много интересного про это рассказать. Но, например, когда... Если у вас есть любая зависимость, например, даже вы шапоголе. Да, такой самый комический пример приведен. И невинный по сравнению со многими другими. Хотя они менее разрушительные, если очень увлечься. Пример вы шапоголе. И ваше внимание полностью погружается в сайт Икеи. Вы просто тонете в этих полотенцах, в подушках, в чайниках, которые можно заказать. Все как бы отодвигается на второй план. Вы знаете, что вы шапоголик. У вас, может быть, даже бумажка есть, где написано, как бы анонимный шапоголик. И вы знаете, что это не принесет пользы вам, что кто-то там будет потом это для вас ввести, таскать, ну все что угодно. Но вы полностью погружены в этот процесс. Хотя знаете, что это вам не принесет. Это тоже как бы дисфункция. Вы знаете, что вы сейчас сами едите кактус, но хотя вы плачете, и он колется, вы продолжаете его есть. Вот это ненадлежащее внимание. Это может касаться любой области нашей жизни. Другой пример, да, про... Одно из самых мучительных эмоциональных состояний это ревность. Обычно даже, ну там, про гнев, когда мы говорим, что вот, с точки зрения буддизма, гнев, деструктивная эмоция, всегда есть способ сказать, что у него есть, может быть, и какие-то позитивные проявления, по крайней мере, в других системах психологических. Это справедливо, да. Мы можем про все это рассуждать, с разных точек зрения это рассматривать. Обычно, когда мы говорим про ревность, никто не начинает спорить. Нет, ревность это позитивная эмоция, какая-то полезная, конструктивная, приятная. Все как говорят, да, господи, ужас какой-то. Самые ужасные переживания, скорее всего, нашей жизни, связаны с ней, в особенности с самыми мучительными такими ситуациями, когда вы там себе представляете, что кто-то вам изменяет, у них телефон отключен, и вот как бы это самый кромешный мрак там был. Вот ревность, это очень хороший пример, для надлежащего внимания. В подобной ситуации, вместо того, чтобы как бы себя успокоить, и себе сказать, что вы, скорее всего, уж точно сейчас все раздули, даже если где-то что-то бы и происходило, вы сейчас точно совершенно напрасно мучаете себя, вы не только как бы продолжаете упиваться мыслями, вы идете во все возможные источники, смотрите для того, чтобы еще больше разжечь свои эти сомнения, представления, ожидания. И, конечно же, как знает любой человек, который немножко понимает логику ревности, если вы переживаете ревность, куда бы вы ни посмотрели, вы всегда найдете доказательства того, что вам изменяют. Потому что это всегда так, в том смысле, что всегда кто-то кому-то лишний раз улыбнулся, написал кому-то привет со смайликом. Все это может быть доказательством в нашем воспаленном воображении того, что что-то не так. Но мы продолжаем как бы колоться этим кактусом и его поглощать. И проблема даже не в том, что изменяет кто-то или нет, как бы верные друзья или нет, есть проблемы или нет, а в том, что мы сами уже в таком мучительном эмоциональном состоянии, что вот осталось только лечь и умереть, и все равно мы продолжаем этот процесс. Это вот тоже пример дисфункции внимания. Или не в буддийских терминологии, а не надлежащего внимания. Бьющиеся электрошоком люди, да? Схожие. Ну, нет, про бьющихся электрошоком людей это немножко другая история. Это история зновой исследования. Гленн Свенсон на нашем сайте, на наших YouTube-записях ее часто пересказывает. Я все время забываю точные цифры в этом исследовании, но исследование состояло в том, что людям предложили 15 минут посидеть в пустой комнате, ничем себя не развлекая. Единственное возможное развлечение состояло в том, чтобы бить себя током. При желании. Сколько 70% мужчин? 70% мужчин предпочли бить по женщинам меньше. Многие женщины просто спокойно посидели, но там тоже такой весьма приличный процент. Из мужчин 70% предпочли себя бить током. И сколько? 1500? Что-то там так. И один человек, если я неправильно помню, ударил себя током больше 100 раз за 15 минут. Несколько сотен раз за 15 минут. То есть как бы... Зачем, казалось бы? Все это связано вот с этой проблематикой. С проблематикой того, что для нас в том числе нестерпимо нейтральное состояние. Почему? Потому что наш ум, когда он не подвергается стимуляции, склонен немедленно соскальзывать в скуку. А скука для нас одно из самых нестерпимых состояний. Потому что мы не начинаем... Мы не пытаемся преобразить скуку, да? Скука — неприятное эмоциональное состояние. Нам... Оно не такое, как ревность, но некоторых людей толкает на еще более дурацкие поступки, чем ревность, откровенно говоря. И когда мы переживаем эту скуку, вместо того, чтобы искусно ее преобразить, в сострадание, или в понимание того, что да, вот совокупность угнетают, как бы скорее достичь нирваны, или даже просто занять себя чем-то конструктивным. Ну, скучно тебе, как бы... Считай эмоциональный интеллект. Ну, что еще там? Развлеки себя как-то, да? Мы начинаем либо дополнять эту скуку фрустрацией по поводу скуки, и эта фрустрация как неприязнь к скуке, гнев относительно скуки заставляет нас совершать довольно разрушительные поступки, либо... Какие еще бывают варианты? Развлеки себя. Да, мы просто даже без этой... Ну, неприязнь к скуке все равно должна проявиться, как к нейтральному состоянию, где ничего не происходит. Ну, по большей части мы просто начинаем себя всячески развлекать. Ударами тока, Netflix'ом, как бы... конфетами, да, едой. И отсюда многие компульсивные расстройства. Я вчера читал про компульсивное расстройство, которое заставляет человека... Это расстройство, которое диагностируется медицински, которое заставляет человека все время выдавливать прыщи. Как бы давить свою кожу. Это компульсивное расстройство. Вы просто сидите, и, возможно, сами того не замечая, непрерывно тянетесь рукой к лицу, или куда-нибудь еще, что-нибудь там надо обязательно... А поскольку человеческая кожа это как бы скопление гноя и разложения, это всегда найдется, на что надавить. А то же самое, как бы, с, разумеется, ногтями, которые мы играли, тоже развлечение. Хоть что-то. Или когда люди отрывают куски кожи себе от рук. Реальнее все ситуация. Ну и дальше кто во что гораст. Компульсивно можно сделать абсолютно все, что угодно. Все тоже поведенческие формы зависимости. И все они даже с этим связаны. И стало быть, если мы упражняемся в любой технике сосредоточения, и в том числе в медитации сострадания, мы уходим понемногу от этих дисбалансов, к тому, чтобы внимание стало сбалансированным. И даже просто в силу этого, хотя мы еще не смотрели на другие области, если у нас есть хотя бы этот навык хотя бы одной медитации, если нас посадят на 15 минут почему-то в комнату, подождать, если мы оказались в электричке, где у нас сел телефон, и нечего делать в ближайшие два часа, или если мы просто в очереди чего-то ждем, или, ну, если уж совсем, грубо говоря, оказались в туалете, а читать нечего, мы, по крайней мере, всегда можем развлечь себя медитацией на сострадании. Ведь мы знаем, каждая минута в ней принесет какие-то преимущества, она не самая скучная, можно думать про всяких разных ужасных людей мучиться сострадать, или приятных людей мучиться сострадать, но, в общем, занять себя есть чем. Это как бы тоже такие немножко антидектические истории, потому что многие знают, что есть так называемый ретрит, формат ретритов, которые называются випассана, хотя в исходной випассане это название целой системы практик огромной, в наше время випассаны часто стали называть особые 10-дневные ретриты. И у этих 10-дневных ретритов в классической форме часто довольно строгие правила, и в том числе запрещается что-либо читать. Но, как расскажут многие бывавшие на этих ретритах, когда они все-таки на этих ретритах оказываются, через какое-то время я начинаю читать свой тюбик от зубной пасты и флакончик с шампунем, потому что больше себя разлить нечем, но даже это уже невероятное облегчение. И вот там на казахском мы читаем этот состав по-польски и как угодно еще, но хоть что-то стимулирует твой ум. Потому что, хотя випассаны, это на самом деле с тибетской точки зрения весьма такой экстремальный формат, он не всем может подойти, он, по крайней мере, заставляет очень явно вот эту свою склонность к тому, чтобы себя непрерывно чем-то занимать, развлекать и веселить, заметить. А тогда уже появляется и возможность что-то со всем этим сделать. То есть вы хотите сказать, что люди ревнуют, чтобы яркие эмоции какие-то произвечь? Я могу по собственному опыту сказать, что такое тоже возможно, потому что есть своего рода зависимость от интенсивных эмоциональных переживаний. То есть нужно занять себе чем-то интересного? Но это не единственный возможный... Я просто закончил мысль. Да, можно занять себя чем-то интересным, но не все люди стремятся к переживанию интенсивных эмоций просто в силу того, что им нравится переживать эмоциональные эмоции. Но есть люди, для которых это прямо такая фишка. И, например, это можно заметить в взаимоотношениях, когда, например, один партнер от природы весьма уравновешенный, спокойный или просто флегматичный, а другой партнер в силу этого, или в силу своих собственных особенностей, все время хочет мексиканских страстей. И чтобы, да, может быть и с изменами, но обязательно, чтобы были погони, и пощечные, и гнев, и потом какое-то мучительное и сладострастное примирение и все такое прочее. У меня некоторые друзья состояли до много лет в такого рода браке, где один партнер такой совершенно флегматичный, а другой вот ему нужно было, чтобы было так. И это, на самом деле, конечно, очень затруднительно, попытаться построить такую коммуникацию, но такое возможно. То есть даже такие есть вещи. Но для многих из нас дело даже не в этом, в том, что мы там особо за чем-то гонимся, а просто ситуация сложилась, а мы не знали, как иначе на нее отреагировать. Потому что, как сказал бы Дэниел Голман, у нас не очень пока развит эмоциональный интеллект. Мы не знаем многочисленных стратегий для того, чтобы реагировать на ситуации по-новому. Мы знаем только вот эти базовые. Неприятный человек нужно как бы испытать презрение или раздражение, или страх. А приятный человек нужно испытать вожделение, влечение, слать смайлики, лайкать все фотографии. Ну, как бы вот такое. Любая угроза нашим отношениям нужно испытать научительную ревность, или страх, или панику, или паническую атаку. То есть у нас есть этот привычный арсенал, и мы очень редко склонны выходить за его рамки. Когда мы начинаем смотреть на практики сострадания, любящие доброты и двух других связанных с ними состояний, сопереживающей радости и равносности, так называемые четыре безмерных, такой классический набор из четырех пунктов. Ведь мы помним, что мы любим номерованные списки. Когда мы начинаем смотреть на эти практики, мы видим с удивлением для себя, что это специальный набор из четырех состояний, который разработан для того, чтобы быть универсальной реакцией абсолютно на все возможные ситуации. То есть столкнетесь вы с неприятным человеком, с приятным, с нейтральным, изменяет вам кто-то или нет, как бы едет на вас поезд или нет, все что угодно. Может быть уложено в эту схему из четырех. Но разумеется, для того, чтобы реально научиться ими пользоваться, нужно их специально развивать, нужно в них упражняться, нужно сдать их определение, нужно научиться на них медитировать. Большинство из нас в школе про это не слышали. И даже если слышали про это в буддийских кругах, часто весьма поверхностно, потому что они не во всех буддийских традициях расписываются так подробно, как хотелось бы. И в связи с этим много сложностей. Но, с другой стороны, это нас должно заставить и заподумать. Ой, как круто! Если я здесь, я, по крайней мере, знаю определения любящей доброты и состраданий. И уже на них могу медитировать. Ну реально, три кнопки нажми, все материалы перед рукой. Даже если вы завтра не придете, откройте все, что вы хотите на сайте. Аудио-медитации такие-сякие, видео-объяснения о книге, пятое-десятое, все что угодно. И, да, жизнь может измениться к лучшему. Но это как раз потребует дисциплины для того, чтобы развить эти новые эмоциональные и умственные привычки. А это потребует также и мужества для того, чтобы признать имеющиеся. В том числе, в некоторых случаях, действительно, привычку к тому, чтобы гнаться за мелодрамой там, где она вовсе не нужна. Ну, это же можно заменить экстремальную надежность спорта. Как бы тоже неплохо, но и не очень хорошо, наверное. Безусловно, да. Можно заменить погоню за эмоциональными взлетами и падениями, погоню за экстремальными видами спорта. Это возможно. Разумеется, не всем доступен такой вариант, потому что... Ну, например, у меня очень сильный инстинкт самосохранения. И, кроме того, довольно неприятные чувства по поводу глубокой воды, высоких зданий и всяких таких прочих вещей. Поэтому для меня экстремальные виды спорта это вообще не вариант. Ну, то есть никогда не было такого варианта, даже до буддизма и всего остального. Но мы просто начинаем узнавать, что есть и другие способы, на самом деле, переживать исключительную ясность и интенсивность сознания, даже без необходимости внешней стимуляции. Это как бы такие самые радикальные виды эвдемонии, когда люди узнают, что, оказывается, можно переживать совершенно невообразимые, без психоделиков для обычного человека, состояние, просто погружаясь в свой собственный ум. И это как раз и есть то, что Роберт Турман называет психонавтикой. Оказывается, что можно переживать гораздо большую ясность, чем даже, когда ты несешься на скорости 300 км в час. Просто в самом уме. Гораздо большее блаженство, чем даже, когда потные тела друг об друга трутся. А это как бы вообще не очень интересно и оригинально, но для людей это самое интенсивное блаженство, которое они научились из себя физически извлекать. И переживать даже больший уровень тишины и бесконцептуальности, чем, опять-таки, когда ты чем-то нагрузился, у тебя просто все мысли выкручились и вокруг странные картинки танцуют. И все это внутри самого ума просто даже за счет развития внимания. Есть еще более интенсивные вещи, которые достигаются за счет развития глубинных способов постижения, но даже развитие внимания уже начинает приносить эти состояния. И некоторые люди начинают их переживать довольно рано. Это, как я говорил, связано с конституцией, индивидуальными особенностями. Некоторые довольно поздно, или они вообще могут быть весьма сглаженными до довольно продвинутых этапов, но даже когда мы обретаем проблес такого рода состояний, начинается, как бы, рушится эта картина мира, где все достигается только за счет внешних мелодрам или внешних экстремальных видов спорта, или поедания пирогов, или чего угодно еще. И это такой тектонический сдвиг, который на уровне культуры заставил бы нас всех пересмотреть свои ценности и приоритеты, и все такое прочее. И сдвиг, который просто популярная осознанность не может принести, потому что популярная осознанность не описывает пиковое состояние медитации. Она для них не предназначена, она предназначена для ровности, что тоже очень важно. А про пиковое состояние говорят более классические или старые вещи, и на них тоже интересно смотреть. Да? Да. Должен вопрос. Если медитация, например, я еду куда-то, когда я путешествую, смотрю в окно, либо же я в голову рейку, или еще что-то, или же я бегу, бегу, и в это время отключается, отключается, это есть ли, как у кого-то это очень... Да, это хороший вопрос. Я бы даже так его обобщил. Ну, есть знаменитое состояние потока, когда мы вот чем-то увлечены, в это погружены, будь то бег, или скалолазание, или рисование, или вышивание, все что угодно может стать такое, более-менее конструктивное, может стать основой для состояния потока. Равно ли состояние потока медитации? В данном контексте, в данной традиции, в данной системе, как бы и в буддизме, и в светских практиках, медитация определяется как приучение ума к конструктивным состояниям, к тому, что приносит пользу. Благотворным, умственным факторам, привычкам, навыкам, всему остальному. Мы можем смотреть в окно, как бы в состоянии потока, в это погружаясь. Но вопрос в том, с какой целью мы это делаем, и какой результат это приносит. Если мы, я бы сказал так, если мы просто залипли на чем-то, мы можем назвать это медитацией, но это не будет медитацией в том определении, которое мы дали. Но если мы, скажем, решили сев на поезд, я буду с осознанностью, с памятованием, с самонаблюдением, смотреть в окно, наблюдать за движущимися визуальными образами, чтобы так тренировать свое внимание, например, тогда это медитация. Почему? Потому что в ней уже есть целеполагание, и мы знаем, для развития чего мы этим занимаемся. То же самое даже со слушанием музыки. Мы часто смеемся, что с буддийской точки зрения никакой музыки для медитации не существует. Это верно, в принципе, потому что либо ты медитируешь, либо ты слушаешь музыку. Многозадачность здесь не очень доступна. Хотя есть определенные исключения интересные. Но если бы мы, скажем, решили, я буду слушать музыку с памятованием и самонаблюдением, то есть я буду просто медитировать на этой музыке как на звуке, сосредоточить на ней свое внимание. Это, конечно, не лучший вариант. Часто рекомендуют просто использовать нейтральный звук, как пение птичек или звук движущегося поезда или журчание ручья, потому что музыка вызывает эмоциональные взлеты и не слушаетесь, спросит кто-то. Пожалуйста. Но даже если так, мы решили, я буду слушать, стараясь поддерживать памятование и самонаблюдение, чтобы в том числе развить способность не отвлекаться. То есть, слушая музыку, я постараюсь не отвлекаться на людей вокруг, на запахи, на вкусы, на дактильные переживания, на свои мысли. Ну, приду на концерт, может быть, не знаю, и буду вслушиваться в звучание скрипки вместо того, чтобы как глазеть вокруг и смотреть, кто как оделся. Даже это, да, может стать медитацией, потому что мы добавили компонент, который нам объясняет, зачем мы это делаем. А в других контекстах слово медитация может использоваться самыми разными способами, но я не могу за них отвечать, потому что я к этим контекстам не принадлежу просто. В данном определении, да, многие из этих вещей могут стать медитацией, если мы в них добавим как бы чуть больше осознанности, чуть больше воли изъявления. Зачем и почему? Последний вопрос на сегодня. Если я правильно понял, вы имеете в виду, что випассана у тибетцев считается экстремальным чемпионатом. Вот поэтому ничего вообще нельзя никогда говорить. Нет, есть просто различия в подходах. Во-первых, все випассаны разные, их существует много разных видов, и, опять-таки, просто важно проговорить, что, во-первых, исходно слово випассана на поле випашина на санскрите обозначает систему практик прозрения. Это много-много-много-много разных методов, которые, в том числе, очень активно используются в тибетской традиции и во всех буддийских традициях присутствуют обязательно. Если мы слово випассана используем для обозначения просто конкретного десятидневного ретрита, который воспроизводится по определенной схеме в разных частях света, есть так называемая випассана верманского индейского учителя Гаенки и разные другие випассаны разных традиций, то тогда нужно на каждую из них конкретно смотреть и видеть, из каких практик они состоят, какой там режим, какое расписание, какие обязательства даются людям по итогам и так далее. И випассана, вот эта десятидневная, в самом таком распространенном варианте, предполагает, что люди довольно интенсивно медитируют много дней подряд. Тибетцы никогда не учат медитации в таком формате. Исторически не учили. Исторически предполагалось, что тебе дают какие-то базовые объяснения о простой практике и ты понемножку по паре минут здесь, по паре минут там, по 10 минут здесь, по 10 минут там их практикуешь. В самом таком развернутом варианте предполагалось, что медитация может длиться 24 минуты, это одна 60-я часть дня, потом делается перерыв. Или в китайской традиции, например, было обычай медитировать, пока горит палочка благовония. Это максимум час, около часа. То есть в то время как и не предполагалось, что это делается так более интенсивно. И в особенности не предполагалось, что полностью неподготовленный новичок, который, может быть, никогда раньше не медитировал, внезапно погружается в такой как бы тренировочный лагерь армейский, где так очень жесткая дисциплина, нельзя делать никакие другие практики, обязательно нужно много часов сидеть неподвижно и медитировать. У этого подхода, как и у любого подхода, есть плюсы и минусы. Тибетский подход, где начните с трех минут ежедневно, научитесь каждый день по три минуты, потом медитируйте больше, он не всем подходит, потому что некоторым людям как бы дашь палец, они оторвут всю руку. Ты говоришь им три минуты, а можно минуту? Можно. А можно 30 секунд? Можно. А можно 15 секунд? Можно. А можно вообще не делать? Ну, тогда, это отсюда как раз цитата, тогда ешьте фрукты, да. А если человека все-таки забросили, и он там еще переживает, о, я не хочу уезжать с ретрита, ведь вот эта девушка тогда подумает, что я слабак, а я как раз не хотел познакомиться после этого. Люди реально возникают, это реальные целые, как бы проработанные, проговоренные механизмы. То есть так называемый враг випассаны и вдруг влюбленность випассаны crush по-английски как бы, то, на кого вы запали. Когда вы приезжаете на эту випассану, и обязательно на вас, это так работает психика, у вас там обязательно есть враг, это человек, который громко дышит и вас раздражает. И обязательно, даже если вам 68 лет, и вы 40 лет состоите в браке, а этому объекту вашей симпатии 78 лет, обязательно что-нибудь такое тоже найдется. Как правило. Ну, бывают исключения, но, как правило, этот механизм срабатывает, и Сильвия Бурстейн, который 84, по-моему, сейчас года или даже больше, как раз рассказывает, что даже у нее в самые старшие годы это неизбежно проявлялось. На некоторых ретритах она сидела и придумывала, как они вот с этим дедушкой сбегут от своих мужей и жен 40 лет после того, как родили семеро детей и 15 внуков. И вот потому, что просто так вот устроено. И внутри этого всего механизма, когда тебя так забросили, разные техники и как раз вот это давление извне общества, дисциплина, все такое прочее, заставляет все-таки как-то худо-бедно практиковать. И некоторые люди из этого выносят ежедневную практику, которая потом всю жизнь прерывается. Но я также лично знаю людей, которые после Випассаны, получив рекомендацию медитировать каждый день по два часа, а на некоторых Випассанах озвучивается такая рекомендация, медитировали по два часа несколько недель, а после этого бросили медитацию вообще навсегда, отказавшись от нее в каких-либо проявлениях и решительно утверждая теперь, что медитация вообще все злое, полный вымысел и полная ерунда. Почему? Потому что их ум был не готов к слишком экстремальным условиям, он как бы перегорел, лопнул, все. Ничего теперь не поделаешь. И может быть, лучше бы подошел мягкий подход, но и это не факт. Я просто хотела добавить, что сам формат такой практики не подразумевает какой-то внимательности к телу, потому что, как правило, новичок приезжает, он сидит там все эти 10 дней вот так и, как правило, повреждает себе позвоночник и спину. Некоторые буддийские, да, некоторые, не буддийские, просто организации, которые проводят випассану, запрещают людям заниматься йогой во время этих ретритов для того, чтобы не отвлекаться на всякое другое. Но, в общем, есть много за и против у любого из таких подходов. Чем угодно можно себя угробить, если постараться, даже тремя минутами обитаться в день можно сделать не то, что нужно. Поэтому, как часто говорится, главное, чтобы вас лично радовало, вдохновляло. Да, есть какие-то здоровые рамки понимания того, что не все это медитация, некоторые вещи лучше походят на новичкам, некоторые продвинуты практикующим, но внутри всегда есть этот творческий поезд, где можно найти подходящий нам лично формат. Мы очень засиделись, поэтому мы помедитируем ровно одну минуту. И это так называемая медитация переваривания. В этой практике мы просто закрываем глаза. Можно по возможности расслабить тело, но мы не уделяем этому здесь много времени. И немного успокоившись, таким образом мы думаем о том, было ли по ходу сегодняшнего дня что-то, что показалось нам интересным или полезным. Если нет, то нет. А если что-то такое было, мы стараемся вспомнить эти пункты и устремиться к тому, чтобы более глубоко их рассмотреть или попробовать для себя. Мы также стараемся породить чувство благодарности по отношению к самим себе. незаметно от того, показалось ли нам что-то полезным, мы точно пришли сюда с желанием принести себе больше счастья и добиться свободы от страданий. И очень важно ощутить признательность к себе за эти усилия. Равно как и к другим практикующим и самой ситуации. Мы не часто, может быть, оказываемся в окружении такой большой группы людей, которые интересно поговорить о глобальном сострадании. И это чудесно. У нас есть возможность этому порадоваться. И все предпринятые нами усилия, все силы, которые мы сегодня приложили, слушая, размышляя, практикуя, обсуждая и так далее, мы можем мысленно посвятить тому, чтобы нам действительно удалось породить подлинное сострадание к себе и другим и, освобождая свой собственный ум, принести счастье всем существам. По традиции мы читаем страфу из слов знаменитого индийского писателя Шанти Дэвэ. Пока существует пространство, пока живые живут, пускай нерушимо пребудут страданий рассеивать тьму. И на этом мы завершаем. Всем большое спасибо. Если у вас еще будут силы, можно прийти и завтра. Скажите, а что будет завтра? Продолжение? Да, нам еще осталось рассмотреть целых три области психики. Те, что связаны с эмоциями, волей, изъявлением и постижением реальности. И мы посмотрим, как сострадание во всех этих областях может нам помогать. Спасибо. 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 Спасибо.